Юбилейная метапредметная олимпиада «Московский учитель» собрала почти 20 тысяч участников. Для сравнения, 10 лет назад свои знания первыми решили проверить лишь 2000 педагогов. Здесь нет ограничений по возрасту, преподаваемому предмету и стажу работы участников. Задания направлены на проверку пяти видов грамотности – математической, читательской, естественно-научной, финансовой и информационной, а также критического мышления. Самые интересные задания, пожалуй, на логику и шифрование. С каждым годом они становятся все интереснее и труднее. На финансовую грамотность почему-то вызвали у меня сложности. Надеюсь, в следующем году подготовимся и этот аспект неисправим. Мне кажется, что учителю вообще нужно иногда ставить себя в ситуации, в которых ты ищешь ответы на вопросы, которых не знаешь. Метапредметная олимпиада – одно из условий участия в номинации «Учитель года Москвы» и конкурса «Педагоги года Москвы». Банк заданий сформирован экспертами сферы образования, победителями Олимпиады прошлых лет. Самые активные участники в этом году – учителя начальных классов, иностранных языков и математики. Больше всего представителей от МРСД номер 37, 33 и 31. Меня это выдернуло из стопок тетрадей и контрольных, и я немножко развеялась, посмотрела на коллег, пообщалась и получила много удовольствия. Нужно стремиться к самым высоким целям, стараться достичь их. Ну а также это интересно и можно применить во время своей преподавательской деятельности. Из 750 участников второго очного тура лучше всех справились с заданиями 75 педагогов. 25 победителей и 50 призеров получили заслуженные награды. Лишний пример для детей, потому что у меня дети инженерного класса, они участвуют во всех Олимпиадах, которых только возможно. И, безусловно, они будут гордяться тем, что я стала победителем. Конкурс развивается и становится все интереснее и интереснее для учителей всех предметов. Метапредметная Олимпиада – это живая штука. Я желаю долгих лет ей жизни. Вам, дорогие участники, победители и призеры, желаю тоже всю жизнь усложняться. Сегодня общеизвестный тезис о том, что успешность человека в современном мире определяют не столько базовые навыки, связанные с непосредственным ядром профессиональной деятельности, а в большей мере значение приобретают именно метанавыки, гибкие навыки. Весь мир живет на том, что каждый новый день мы узнаем что-то новое, каждая профессия меняется, будь то учитель, врач, программист, да что угодно. Все меняется и умение усваивать новую информацию и пользоваться ей сейчас, конечно, это ключевой навык. Продолжение следует...